Новый садик в сельском поселении Островецкое будет одним из самых больших и современных в районе. Рассчитан на 320 мест. По проекту здесь оборудуют просторные игровые помещения и спальни, пищеблок, спортивные и актовые залы и целых два бассейна. Ежедневно на строительство детского сада выходит 50 человек. Работают в две смены. Срок сдачи объекта – 4 квартал 2014 года. С момента закладки фундамента прошло 5 месяцев. Сегодня строители поднялись до уровня третьего этажа. Как говорят народе, обещанного ждут три года. Но и по прошествии этого времени садик в Новых Островцах еще не готов к принятию ребятишек. На сегодня здание полностью построено. Подведены все коммуникации. Внутри проводятся отделочные работы. Детский сад строится в рамках инвестиционного соглашения инвесторам и застройщикам, который строит микрорайон здесь, на улице Баулинска, в островецком сельском поселении. Строят его давно, медленно, с кучей проблем. Но, тем не менее, хочу отметить, что качество стройки достаточно хорошее. И то, что мы сегодня увидели внутри, по крайней мере, с того объема, который выполнен, соответствует тем ожиданиям, которые мы на себе питали. В общем-то, уже и бассейны сделаны, и системы все подведены, и тепловой узел очень даже хороший, и качество строительства неплохое, и тепло в детском саду очень даже тепло. Единственное, конечно, темп работ. По зрениям генерального директора компании, которая строит детский сад, это 1 сентября 2018 года ввести этот детский сад. Но было бы это хорошо, если бы это было правдой. Я, например, пока сомневаюсь и в этой дате. Потому что даты ввода в эксплуатацию данного детского сада переносились неоднократно. И, несмотря на все переговоры, на все заверения, в общем-то, застройщика, инвестора, наши ожидания оправдывались. Поэтому сейчас у меня есть большие сомнения. Мы, конечно, будем думать, как выходить из этой ситуации. В принципе, мысли есть. Предварительные даже договоренности с инвестором достигнуты. Но сейчас я их озвучивать не буду, потому что этот вопрос еще до конца не решен. Если мы договоримся, я думаю, что процесс пойдет гораздо быстрее. Если нет, будем посмотреть, как они будут строить самостоятельно. У нас даже будет проект на ментиляции изменится. Полы менять не будем, как полы. Но там на этих полах потом работа производится. Плитка-то почти, только в зубке. Постоянка по треим этажа. На втором. Только здесь, если паска сейчас будет, все это самое. По вашим планам, первое интересное, что еще? Да. Да. Где у вас котельная? Котельная вот там. Пойдем? Котельная? Да. Ну, пойдемте, пойдемте. Одновременно с жилым комплексом в Новых Островцах построили и современную газовую котельную, обслуживающую многоквартирные дома и объекты социальной направленности, в частности и детский садик. Котельная действительно очень хорошая. Рассчитана почти на 60 гигакалорий мощности. Дает тепло во все дома, которые здесь построены. Сейчас детский сад. И рассчитана в том числе и на предполагаемую ранее вторую очередь строительства вот этого микрорайона, которые сейчас уже, на которые отказались. Поэтому котельная с большим запасом, с современным оборудованием, в общем-то, отвечает всем современным требованиям. Котельная очень хорошая. Поэтому, конечно же, вот проблем с теплом, я думаю, что в этом микрорайоне точно не будет. Тем более, есть планы по строительству школы, которые тоже пока до конца не ясны. Опять же, она должна была строиться за счет инвестор-застройщика, но пока понимания мы не находим. Но, тем не менее, этот вопрос решать здесь нам все равно нужно. И так или иначе, мы его все равно, в конце концов, решим. Поэтому беспокоиться за то, что мы здесь не найдем тепла или мощности, конечно, нет. Котельная очень хорошая. Я остался полностью удовлетворен тем, что увидел в котельной. Микрорайон в Островцах огромный. И, конечно, местные жители ждут открытия нового детского сада, рассчитанного на 380 мест. Этот объект глава района взял под личный контроль. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».